В 2013 году конкурс проводится уже в десятый раз. Для участия в первом этапе конкурса подали заявки 1856 претендентов. Во втором этапе участвовали 147 педагогов-победителей первого тура. Для участия в третьем этапе конкурса отобраны по три претендента в каждой из пяти номинаций. В этом зале сегодня все лучшие представители образования. И, наверное, сегодня очень всем интересно, кто же из 15 человек, которые представлены сегодня у нас в зале, займет первые места, вторые и третьи. 15 номинантов, работники, которые имеют значительные показатели в педагогической деятельности, высокий уровень методической компетентности, презентовали свои инновационные образовательные проекты на заседании областного совета. Цель нашего проекта, конечно же, это переход на новые формы обучения, так называемые парадигмы. Раньше и я учился, и в течение многих лет учили по принципу. Вот сегодня научим на всю жизнь. Но, понимаете, на сегодняшней этапе все в мире обновляется стремительно. Раньше, если это раньше за 20 лет, потом за 10, за 5, то сейчас каждые два года меняется в экономике, в технике, в информационности, в социальной структуре. И поэтому научить на всю жизнь уже невозможно. Необходимо учиться в течение всей жизни. Для меня это большая честь, знаете, показать свой город, работу нашего коллектива и работу нашего города. Эта работа не лично моя, только совместными усилиями. Заведующая, методист, весь коллектив создавали условия и создают для того, чтобы наши дети были такими, как все, нужными и уверенными они чувствовали. Предложенный областным советом конкурс является дополнительным стимулом по повышению престижа и активизации творчества работников в сфере образования. Среди претендентов в номинации не было конкурентов. Все участники конкурса смогли популяризировать свои достижения и профессиональное мастерство. Мы не считаем себя конкурентами. В общем-то мы коллеги и, наверное, на будущее друзья. Это очень важно и самое главное. И нам абсолютно сейчас не важно, кто из нас победит. Поэтому, ну вот, ну, конечно, много полезного мы отсюда взяли. Но самое главное, что учитель – это всегда коллега, друг и поддержка – это плечо всегда ощущалось. Мы менялись опытом, мы помогали друг другу. Я рада, что я познакомилась с педагогами своей параллели, с других городов. После презентации проектов конкурсная комиссия подвела итоги конкурса и определила победителей и лауреатов. Председатель областного совета Андрей Федорук поздравил всех присутствующих и отметил, что в конкурсе есть победители. Но проигравших нет, поскольку каждый участник – настоящий профессионал, у каждого есть инновации. Леся Полякова, Александр Худолий, Первый муниципальный.